всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании ну что же сегодня у нас с вами мастер-класс который вы просили у меня в комментариях не думал что будет такой большой отклик думала здесь в принципе все достаточно просто но делаю для вас мастер-класс по шапочке с двойным отворотом из ангуры 80 вот такую я связала в голубом цвете вот такой вот у нее пух ранее я вам показывала еще вот такая серенькая девочки смотрите все ссылки на пряжу оставляю под видео ссылки кликабельные сразу оставлю на сайт где можно магазина да где можно приобрести и попытаюсь сделать вам именно сразу ссылочку на ангор 80 так расход у нее 100 грамм у этой шапочки 2 моточка по 50 грамм в каждом а точке 50 граммах 400 метров шапочка очень легкая получилось то есть такие шапки дам как у нас зимний вариант злойным отворотом они вяжутся и в 5 и в 6 нити шапки получаются объемные немного тяжелые вот это очень тепленько и легкая она не завышенной макушкой вот это получается совсем чуть-чуть хороший отворот так давайте сейчас ее измерим она у меня получилось ну 22 сантиметра при отвороте даже девять с половиной то есть благодаря отворота вы можете регулировать высоту можете убрать немножко отворот и она у вас станет повыше завышенной макушкой здесь такая немножечко завышена не все любят завышенную макушку я знаю поэтому я попыталась вот из двух мотков определить какой максимальный да можно размер связать шапочки то есть вот эта шапка она получилась на окружность головы 58 сантиметров то есть так как мы вяжем с вами без добавления доп нити а доп нити да у нас идут к пуху норки вы знаете ниточка там стабилизирующая она пружинит и хорошо держит форму шапочка резинкой да то есть ну а здесь у нас доп нити нет и нам нужно связать с вами шапочку так да вот рассчитать чтобы она сидела достаточно плотно на голове не сваливалась потому что здесь резинкой мы связали но тем не менее как бы здесь резинка не сильно хорошо держит форму чтобы шапочка и не давила и хорошо сидела вам у вас вернее на голове то есть не спадала и так по моим расчетам максимальный размер это 58 сантиметров которые можно связать из двух мотков то есть вот у меня по расходу с небольшой макушечкой и невысокой и с хорошим отворотом расход получился два матка как я вам ранее и говорила и так девочки перед тем как начать вязание обязательно вяжем образец вот в этой как бы тоже шапки образец тоже необходимо связать у меня даже осталось немножко пряжи вот на такой образец то есть я связала постирала высушила образец и вязала спицами номер пять с половиной четыре основные нити как вы видите она не так сильно держит форму да вот практически потому что достаточно большой номер спиц потому что это пряжа ее нужно вязать немножко послабее ей нужен выход для пуха то чтобы так распушить ее она должна быть связана не туго и так значит по моим расчетам смотрите вяжем в четыре основные нити спицами номер пять с половиной расход 100 грамм 50 грамм у нас 400 метров то есть пух и норки у нас 350 метров длина нити здесь 400 метров тоже такой момент то есть ниточка получается чуть дольше но длиннее то есть в принципе два матка можно уложиться значит вижу я на окружность головы 57 58 сантиметров и так связала я образец набрала я 30 петель в четыре сложения спицами номер пять с половиной постирала высушила далее что я делаю смотрите девочки вот образец я не вот таким образом дата под собрала вот резинку то есть вот так немножечко растянула немного не вот так прям сильно немного растянула вот так буквально и измеряю сколько у меня в десяти сантиметрах петель плотность моего вязания в десяти сантиметрах у меня 17 петель то есть в одном сантиметре у меня одна целость семь десятых петли как дальше делать расчеты если мы вяжем на окружность 58 сантиметров до в данном случае на 57 она тоже подходит даже на 56 я бы сказала вот у меня 56 я ее примеряла и мне тоже она нормально то есть в принципе но я не знаю как бы далее приноски то есть приноски девчонки шапки все равно растягиваются немного это тоже имейте в виду если вот сейчас бывает говорят плотненько прям так сидит то в процессе носки все равно она вас растянется немного так на 58 сантиметров 58 умножаем на одну целых семь десятых петли получаем 98 шесть десятых петли и еще от этого количества петель мы отнимаем 15 процентов на растяжение на облегание чтобы эта шапочка у нас хорошо сидела на голове не спадала и так у меня получается 83 целых восемь десятых петли я округляю до ближайшего четного кратное двум то есть до числа у меня получается 84 петельки если вязать на 57 сантиметров до по моей плотности у меня получается 82 петли и так здесь мастер-классе я набираю 84 петли плюс 1 петля для замыкания вязания в круг получается 85 петель и так по поводу в этом хочу вам рассказать сейчас заранее в начале мастер-класса потому что добиться вот такого эффекта пушистости до девочки тоже непросто я расскажу как я делаю в это также прошу вас в комментариях если у кого какой опыт есть дают распушить то есть девчонки пишите это очень интересно будем делиться опытом и все-таки мне кажется у каждого свои есть методы потому что в процессе вязания уже есть нюансы кто как делает в это как секреты например небольшие как распушить пряжу то есть я сначала замачиваю в теплой воде шапочку со средством для снятия пропитки потому что нитка очень сильно пропитана то есть смотрите вот она в матке она практически не пушистая но здесь тоже есть нюанс допустим вот вот эта голубая ниточка она вообще практически не пушистая а вот серая она даже пушистая еще до этого в матках потому что серый цвет это натуральный он не сильно окрашены поэтому в сером цвете всегда пушистя и норка и ангора на это тоже если хотите прям такую очень-очень пушистую без сильных заморочек то вот в сером цвете это то что нужно серый цвет он более пушистый всегда и так значит я замачиваю со средством для снятия пропитки даже на пару часов немножко да там и и про простирую периодически чтобы все-таки сходило это средство далее меняю воду замачиваю уже с лаской для шерсти шелка также в теплой воде также на мне лежит пару часов далее опять и простирую и уже без порошка закладываю в стиральную машину у меня режим повседневная стирка 30 градусов 30 минут без порошка то есть эта нитка также вот любит чтобы вот именно она обивалась немного от машине мы просто руками такого эффекта конечно не достигнем далее простиралась она на этом режиме у меня я ее достаю и так показываю девочки у меня вот такая щеткость это обычная щетка для обуви продается в магазинах везде сначала мокрую я ее с внутренней стороны да а потом с внешней начинаю прочесывать немного не сильно чтобы там не выдрать весь этот подпух сверху вниз далее снизу вверх и потом немножко вот именно между петельками очень аккуратно мы ее так прочесываем да вот таким образом смотрите какую пуху не далее прочесала и опять закладываю в стиральную машину на полоскание дополнительное вот и после того как я ее прополоскала я опять ее прочесываю сначала сверху вниз снутри и снаружи потом снизу вверх потом вот так в бок и после этого я продуваю феном режим холодный воздух сначала с внутренней стороны потом снаружи для того чтобы все вот эти вот волоски да вот этот вот мех пух чтобы они как при укладке волос то есть они знали форму чтобы они не были вас в разные там стороны аккуратно продуваем выкладываем на ровную поверхность вот в таком развернутом виде придаем макушке форму сразу и периодически ее переворачиваем до полного и и высыхания после того как она высохнет прячем все кончики и уже носим так что хотелось бы отметить значит да в эту высота у меня моей шапочки было 44 сантиметра после этого высота стала 40 сантиметров потому что она села до такой момент есть то есть при стира при стирке в стиральной машине иногда подсаживается иногда и не подсаживается это все зависит от пряжи потому что по-разному ведет себя пряжа вот некоторые мне тоже написали в комментариях вязальщицы что в машинке обязательно на конечно сядет девочки но для того чтобы достичь у такого эффекта пушистости руками вы так ее не простираете да она подсядет поэтому закладываем сразу высоту шапки на то чтобы она у нас то что она у нас уменьшится до размерах если вы будете вязать на меньший размер допустим 56 сантиметров приблизительно да увы наберете я бы набрала наверное в этом плане может быть 80 82 петельки тогда вы можете провязать вырезать все два матка и вас еще она будет высоту но еще плюс где-то 2 сантиметра я думаю то есть вот я попыталась вам сделать мастер-класс именно посмотреть на максимальный размер какой хватит это на 58 на окружность но с не сильно высокой макушкой если на меньший размер то можно смело вывязывать всю пряжу тогда она у вас будет чуть выше даже если она и подсядет то высоту вы конечно сохраните так что еще хотелось бы отметить в данном мастер-классе я использую метод набора петель вот такой эластичный называется он болгарский зачем почему я решила сделать именно это методом потому что шапочка у нас без доп нити вяжется и для того чтобы у нас крайне тянул а этот край очень эластичный в принципе я решила этот метод использовать именно в этом мастер-классе девчонки я ссылку оставляю еще мне есть подробное видео как делать этот метод набора петель то есть под видео можно ознакомиться и там вдруг что-то будет непонятно но если у вас не получится делайте обычным набором то есть набирайте вы как при обычном вязании только либо немножечко послабее набираете либо на спицы большего размера я набирала на 5500 вернее у меня спицы пять с половиной для основного полотна можно набирать на шесть потом перейти уже на пять с половиной то есть чтобы краю вас не тянул потому что здесь достаточно до большой у нас размах идет в растяжении а здесь не сильно то есть получится что край будет тянуть а здесь будет слабо то есть это тоже нехорошо ну в принципе основные моменты я вам рассказала дальше приступаем к вязанию и жду ваши комментарии делитесь пожалуйста как делаете вы влажно-тепловую обработку если какие-то у вас секреты потому как распушить шапочку будет очень интересно ознакомиться поэтому я рада всегда любому опыту всегда другой информации поэтому пожалуйста делитесь но что приступаем к вязанию сейчас я вам покажу как на манекене сначала она смотрится окружность манекену не 56 сантиметров но я вам покажу на нем чтобы уже было видно по поводу высоты также девчонки сначала рекомендую ознакомиться с видео просмотреть его основными моментами ознакомиться и уже потом приступать к вязанию и так но вот так она сидит на манекене девочки окружность головы манекена 56 сантиметров тоже вот прекрасно она села в принципе она не давит я примирала на себе ничего мне там не жмет но в то же время еще есть как бы запас такой на 58 поэтому имейте ввиду вот такая вот макушка мне кажется она идеальная этого достаточно то есть не сильно высокая но и не маленькая то есть вот так шапочка смотрится на голове с хорошей посадкой то же время она очень легкая и воздушная получилось показываю сзади такая хороший отворот у нее очень большой отличный зимний вариант и так для вязания нам понадобится с вами 100 грамм пряжи то есть это два моточка по 50 грамм в каждом мотке 50 грамм 400 метров расход 100 грамм на шапку вяжем в четыре нити без добавления дополнительных то есть ангора 80 идет вот именно вот в бобинная да у нас поэтому никаких дуб нити у нас нет берем из серединки до вытаскиваем ниточку и сверху тоже где самое делаем и со вторым моточком и вяжем с вами вот в четыре сложения то есть мы вывязываем практически два матка то есть там остается совсем немножко у нас некие для того чтобы закрыть макушку так вяжем мы нашу шапочку спицами номер пять с половиной у меня вот такие на короткой леске это 40 получается 40 это вместе со спицами то есть длина называются они также шапочные спицы это книг прозинк укороченные они съемные такие вот также для закрытия макушки нам понадобится спицы номер пять то есть на пол размера меньше на длинной леске но если у вас нет допустим да вот только одни длинные допустим до 5 спорен это можно и их использовать немножко просто потуже будем закрывать и все ножницы иголочка сантиметровая лента и маркер и так отматываем необходимое количество нити напомню напоминаю что мы вяжем 4 сложения нить располагаем так чтобы нить от матка была на указательном пальце кончик на большом и на одну спицу номер пять с половиной мы будем с вами набирать 85 петель 84 для нашей шапочки и 1 петля для замыкания вязания в круг и так девчонки смотрите так как эта шапка у нас без доп нитей она должна в принципе хорошо сидеть на голове то есть но дополнительные нити в упухон орки да они идут как стабилизирующие то есть шапочка хорошо держит форму и в принципе ниточка пружинит и мы добавляем так как у нас нет нам нужно чтобы у нас шапочка хорошо сидела на голове и в то же время край у нас не тянул то есть начало вязания но чтобы край не был стянутым то есть само изделие может быть объемным а край будет стягивать то здесь все должно быть равномерно поэтому я предлагаю вам использовать эластичный способ набора петель называется он еще болгарский зачин я сейчас вам покажу но вдруг если не получится набирайте обычным способом только чуть-чуть посвободнее либо можно набрать на спицы большего размера на шестерку допустим потом перейдете на пять с половиной основное полотно чтобы край было немножечко так послабее и так смотрите как провязан начинать набирать верни петельки вот мы расположили наши петли и так начинаем заводим да как при обычном вязании вот таким образом получили две петли то есть вот таким образом да у нас две петли получилось далее смотрите вот у меня большой палец нить у меня сверху далее я вот так меняю вот таким образом да палец еще раз покажу при обычном вязании мы вот так держим при этом способе вот так я меняю палец и захватываю уже вот отсюда вот в петлю захватываю нить вытягиваю все у нас получилось видите перемычка то есть вот две петельки с одной перемычкой далее опять как при обычном вязании делаем петельку раз да потом опять меняем палец заводим в петлю захватываем нить вытягиваем опять получили две петельки из одной перемычки повторяем как при обычном вязании то есть вот у нас идет нить вот таким образом сверху большого пальца захватываем вот так петлю заводим спицу захватываем нить вытягиваем видите далее меняем расположение большого пальца вот таким образом и за теперь заводим вот так в петлю вытягиваем и вот таким образом нам необходимо с вами набрать 85 петель в принципе вы можете и обычным способом если не получается то есть вот так до конца мы набираем необходимое количество петель показываем медленно как при обычном вязание меняем палец то вот так как при обычном меняем палец то есть получаются парные у нас петельки вот таким образом набираем так наши петли 85 петель веке край получаются эластичный так набрали наши петельки аккуратно распределяем их по леске смотрите чтоб край не перекрутился и далее замыкаем вязание в круг смотрите мы с левой спицы на правую первую петлю снимаем с правой на эту петельку набрасываем сверху сбрасываем ее подтягиваем и возвращаем на место и далее мы начинаем с вами провязывать нашу шапочку резинкой 1 лицевая 1 изнаночная и так лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот таким образом лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда чередуем 1 лицевая 1 изнаночная и так после того как мы провязали с вами первый ряд можно повесить маркер для определения начала ряда и далее уже начинаем провязывать с вами по кругу по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная девчонки вот вы меня спрашиваете вы в одном в первом ряду так провязывали во втором вот по другому провязать вот но я не знаю мне первый ряд всегда то получается а вот 2 все последующие я вот именно провязываю лицевую за переднюю стенку изнаночную бабушкиным способом вот так то есть все вот эти вот мои петли да вот как я провязываю именно вот таким образом лицевая за переднюю изнаночная бабушкиным способом и все последующие ряды то есть вот так мы провязываем над лицевыми лицевые над изнаночными изнаночной провязывайте как вы провязываете может быть вы вяжете изнаночной классикой самое главное чтобы петельки у нас не были перекрещенными так провязываем по кругу по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная провязываем так на необходимую нам высоту вот таким образом все мы продолжаем самостоятельно и встретимся с вами уже когда будем закрывать макушку и так после того как мы провязали сами на необходимую нам высоту вот я вывязала практически два матка у меня осталось немножко пряжа еще для закрытия макушки так 44 сантиметра у меня высота и я перехожу уже к закрытию макушки и так смотрите как мы будем с вами закрывать вязали мы основное полотно на спицах номер пять с половиной далее я беру спицы номер пять на длинной лески и начинаем с вами закрывать то есть спицы я беру на пол размера меньше и так изнано лицевой вместе с изнаночной я провязываю лицевой петлей с наклоном влево так я ее развернула предварительно смотрите у меня лицу и стоит правая стенка изнаночные левой лицу я разворачиваю левой стенка и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево у меня получается лицевая сверху убавили опять разворачиваю лицевую провязываем с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево лицевая сверху и так я разворачиваю петельки вы также разворачивайте при необходимости и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево нам необходимо что петлю настояли левой стенкой к нам здесь мы потуже делаем и вот так провязываем до конца ряда убавляем наши петли вот таким образом лицевая сверху получается продолжаем самостоятельно провязали первый ряд убавлений у нас второй ряд убавлений все петельки теперь у нас лицевые и так во втором ряду мы провяжем по 2 вместе 2 лицевые вместе лицевой петлю с наклоном влево лицевые я разворачиваю левой стенкой и провязываю вместе лицевой петлей убавили повторяем лицевые разворачиваем левой стенкой и провязываем их вместе лицевой и так до конца ряда вот таким образом и так мы закрыли с вами наши петли у меня осталось 21 петля на спицах далее я отрезаю нить оставляю кончик ну 10-15 сантиметров и будем стягивать макушку берем трикотажную иглу переносим все петельки на иголочку так перенесли сильно не затягиваем выворачиваем нашу пачку на изнаночную сторону и уже здесь мы подтягиваем аккуратно смотрите чтобы нить у вас не оборвалась подтянули и далее проходимся вот через эти петельки через которые стягивали тем самым мы заполним эти петли и хорошо зафиксируем нить смотрите здесь очень аккуратно чтобы нет не оборвалась вот через все петельки мы проходимся можно пару кругов лишнее потом отрежем все итак наша шапочка почти готова макушка получается вот такая объемненькая видите очень много складочек так давайте мы сейчас измеряем нашу шапочку до стирки в таком виде развернутом значит вот от макушки вот 45 сантиметров она у нас даже нет 44 44 все дальше мы делаем влажно-тепловую обработку то есть стираем сушим как мы это делаем именно с ангурой 80 я вам ранее видео уже рассказывала далее уже мы выкладываем на ровную поверхность нашу шапочку периодически ее переворачиваем до полного высыхания потом прячем все кончики уже и носим с удовольствием на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях также девчонки делитесь в комментариях как вы проводите ваше в т.о для того чтобы достичь максимальной вот пушистости изделий из англоры и из пухонорки тоже будет очень интересно ознакомиться так что делитесь вашим опытом как делаете вы также я приглашаю вас в свою группу вконтакте в сообщество ссылку оставляю под видео там вы найдете очень много разных схем описаний бесплатных описаний на изделии я думаю что нибудь обязательно вам понравится так что приглашаю всем очень рада также напоминаю что ссылочка вот именно на вот эту пряжу на ангуру 80 я оставляю под видео вот этот магазин который предоставил мне эту пряжу девчонки так что приобретайте вяжите с удовольствием я думаю вас обязательно все получится всем всего доброго ровно всем петелек и до новых встреч